Саш, первый вопрос. Сегодня на непривычной позиции ты для себя сыграл. Почему так? Расскажи. Ну, вынужденно, потому что Рома получил повреждение. Секретарь подошел, сказал, что я с этой позиции знаком, и надо здесь сырать. В принципе, нет проблем для меня. Как по себе чувствовал? Нормально. Немножко непривычно было вначале, потом втянутся все нормально. Даже в футбол. Секретарь должен играть на всех позициях. Ну, плюс и моментик был во втором заме такой хороший. Да, вы знаете, честно, Клин прочитал. Наверное, он знает, что я с этой позиции беру. Мне всегда близне. Так получилось, сбил, вышел. Андрей Климович, твой хороший друг, вообще как и сегодня играл против него? Мы необычно смеялись, друг на друга смотря, непривычно видеть шахтеры. Ну, вообще не эмоционально у вас получился разговор после финального свистка. В чем спорили? Ну, кто отскочил. Кто отскочил? Ну, в целом, что по игре скажешь, не получилось. Ну, вы знаете, да. Единственное, выполняли план тренера и все, в принципе, было нормально. Обнули свои линии. Единственное, что не забили, это большой минус. Конечно, немножко жалко. Первый матч на «Тракторе» каким он выдался. Эмоции, честно, более трудноватые. Более еще немножко. Эмоции положительные были. Спасибо, что пришли. Если честно, мы настраивались как на обычную рядовую игру. Да, конечно, соперник такой принципиальный, судя по прошлому сезону. Но в этом году они занимают не такое высокое место, хотя все мы считаем, что они наберут свои очки и так далее. Ну, как и обычный рядовой матч, ну, неуступчивая команда. То есть, настраивались очень серьезно, готовились. Целую неделю тренера подсказывали, наверное, в чем сделать. Ну, внимательно быть, там, с какими нападающими, там, что в защите у них, какие проблемы, какие положительные качества. То есть, ну, серьезно готовились. И, я думаю, зрители увидели накал борьбы на поле. То есть, все было видно. Последние матчи ты начинаешь на скамейке запасных, с чем связано такое теннисское решение? Ну, я не знаю, ну, как там сказать, это тренерское решение, которое, как тренер скажет, как он поступит. Тут не мне вправе решать, я думаю, не каждому из игроков. Тренер главный, он все решает, поэтому я спокойно отношусь, готовлюсь. То я играл, то Вова играет, то, как вы знаете, сезон длинный. То есть, спокойно, я думаю, тут вообще никаких даже вопросов нет. С какими установками выходил на матч сегодня? Ну, тренер попросил более за спину, как бы акцентировал внимание, чтобы побежать, постараться гол забить. Ну, были такие, ну, там, конечно, пенальти. То есть, я считаю, если бы был другой счет или не такой, как бы, принципиальный такой матч, то есть, ну, судья, я думаю, бы поставил так. Главное вопрос касания было? Ну, конечно, должно быть, как бы, порвалось чуть-чуть. Ну, суть в том, то, что, просто, я думаю, судья не рискнул пенальти ставить при счете. Поэтому, так, ну, сам, как бы, и рыбак, там, все же Петербурга знают вас. Ну, ребята еще сказали, что как-то я так упал, типа, более картин, но никогда в жизни не... То есть, если упади более по-простому? Ну, более, может, если бы, да, правдоподобно, но я, как бы, я в тот момент даже не думал симулировать. Просто смысл мне было симулировать, если я прокинул мяч и мог пробить, там, хорошая позиция. Поэтому, ну, как, знаете, уже после игры что-то говорить, 0-0 и двигаемся дальше. Шесть игр, четыре победы и две ничьи, это хорошо или плохо? Ну, я считаю, хорошо, просто, единственное, что сейчас Батэ будут играть, и, знаете, мы нацелены, хотим... Короче, мы нацелены догонять Батэ, опережать, поэтому... Мы не подпустили своего конкурента к нам, знаете, как бы, 0-0 сыграли, это тоже стратегическая такая составляющая, поэтому... Ну, хотелось, конечно, выиграть, но не проиграли, не выиграли, ну, как вам сказать? Двигаемся дальше. Двигаемся дальше, да, как Виталий же говорит. Все, спасибо. Пожалуйста. Спасибо.